Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Ну вот, несколько роликов было с плачущим Димой Биланом. Это было, может быть, я не знаю, с полгода назад, может быть, меньше даже, там, месяца четыре назад. И он говорил о том, что тяжело живется ему, и так далее, жаловался, короче, на жизнь. Понятно, что в финансовом смысле это не понять ему жизнь обычного, так сказать, металлурга-шахтера, там, пекаря-продавца и так далее, но он имел в виду личную жизнь. Я тогда посоветовал, я говорю, надо семью, семью, и желательно переехать в двушку из дома своего шикарного, в двушку, значит, двоих детей, и все, и сразу жизнь покажется раем, та, в которой он проживает, понимаете? То есть нужно просто, чтобы вставал три-четыре раза ночью, не высыпался, и закрутится так водоворот, что и некогда будет думать, счастлив или нет. Но, вы знаете, дело все в том, что, значит, вот вышла публикация, называется «Сменил ориентацию», переживший два выкидыша Билан обратился к фанатам. Довольно интересный материал. Оказывается, Дима Билан действительно очень хотел завести детей, традиционную семью, как пишут СМИ, и он сам об этом рассказывал, значит, и выяснилось, что в его жизни был такой опыт травматичный, когда, вот он сам поведал, его девушка была дважды беременна, но оба случая не увенчались успехом. Значит, отношения пошли на спад, раздосадованный потерей будущих детей певец пристрастился к крепким напиткам. Вы знаете, что он сам признался, что у него вроде как там алкоголизм, что-то такое, алкоголь-то в Украине вредит здоровью. Поддает, в общем. Ну, были видео с концертов, где он... Вы знаете, я могу сказать, с чего все началось. То есть, опубликовали вот это видео, где он с Гагариной, как бы, что у них новый клип будет, и пользователь с ником, тут сложно, в общем, прочитать этот ник на латинице, решил по злорадству, пишет, написал, он сменил ориентацию. Ну, имеется в виду, что сменил обычно, как пишут, с традиционной на нетрадиционную, а здесь наоборот, с нетрадиционной на традиционную, что он с девушкой, с Гагариной. Вот. И, значит, и с этого все началось. И вот Билан рассказал то, что в его жизни происходило. Друзья, я не знаю, честно скажу, мне интересно ваше мнение. Почему? Потому что я, мне так кажется и казалось всегда, что Билан, он не совсем традиционный ориентарист. Я не утверждаю, мне так кажется. Но если действительно в его жизни был вот такой опыт, и он привел, скажем так, к изменениям его поведения и, значит, тем, что он пристрастился к алкоголю, то это, конечно, прискорбно и очень ужасно. Потому что действительно такой опыт, когда это происходит не один раз, а два раза подряд, бывает и три раза, он приводит, конечно, к тому, что люди порой не остаются вместе, чаще всего, и очень тяжело переживают это. Особенно чувствительные люди, артисты. Тяжело это переживает. Да все люди переживают это тяжело очень. Это ужасно абсолютно. И, конечно, он говорил 40 лет, семьи нет там и так далее. Просто возникает страх уже, в принципе, что в следующий раз опять это повторится. И не хочется уже этот травматичный опыт переживать. Ну, бывает так, что с другим человеком рождается здоровый ребенок и человек счастливый, и все. Я все-таки в этом смысле, если это все правда, действительно, а не пиар-код какой-то, я бы все-таки посоветовал Диме Билану как-то... Знаете, человек еще порой потом и закрывается, в принципе, от отношений. То есть он и отношений никакие не заводит, потому что боится, что это все будет развиваться и однажды все-таки перерастет в принятие решения, значит, ради ребенка, а там дальше вот этот травматичный опыт не дает уже этому всему развиваться. И получается мимолетные отношения какие-то, которые, собственно говоря, не приносят никакого удовлетворения, в долгу уж называется, да. Ну, или человек меняет ориентацию. Бывает и такое, собственно говоря, да. Настолько травматичный опыт, что вот так оно бывает. Я еще раз говорю, если это не пиар-ход, то тогда, конечно, мне кажется, что здесь, ну, у Димы Билан, наверное, есть все возможности работать с психологом и, в общем-то говоря, вперед в нормальные отношения. Все будет замечательно, уверен, что все получится. Если это пиар-ход, ну, собственно говоря, не очень, не очень удачно. То есть, имеется в виду, что начали рассуждать, что семьи нет, почему семьи нет. И вот, якобы, такой опыт, вот такой вот, такой момент, да. Вот с Гагариной клип они такой чувственный сняли и все. То есть, начали рассуждать, что, может быть, Билан там туда-сюда. И вот такой ответ. Не знаю. Интересно ваше мнение, что думаете на все счет. С вами был Будда Гришин. Друзья, подписывайтесь на канал. Кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришина. Еще раз повторюсь, что главными новостями, естественно, на сегодняшний день являются не Билан, не Пугачева, не Галки, не Киркоров и бла-бла-бла. Вы знаете, какие новости. Эти новости сейчас обсуждать здесь невозможно. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал Будда Гришина Новости. Там видео, брифинги, публикации, мнения. Все последние новости по самой актуальной теме, которая сейчас волнует и должна волновать всех нас. Телеграм-канал Будда Гришина Новости. И здесь, друзья, на ютюбе есть такой же канал Будда Гришина Новости. Он резервный просто. Подписывайтесь, чтобы не потеряться в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.